В этот день, 13 августа В 2014 году в России в начале Первой мировой войны введена военная цензура. 13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, разделившей Западный и Восточный Берлин. Это была важная веха Холодной войны. 13 августа 1990 года Михаил Горбачев подписал указ о реабилитации репрессированных в Советском Союзе по политическим мотивам. В этот день, 13 августа, родились Владимир Адуевский, известный писатель и меценат 19 века. Известный летчик-штурман Василий Андрианов, дважды герой Советского Союза. Иван Сеченов, русский физиолог, создатель физиологической школы. Иван Сеченов, идающийся русский ученый, отец русской физиологии как науки и дедушка кибернетики. Человек, открывший физиологическую лабораторию, первый в России. Ученый, который был одним из создателей системы высшего образования для женщин, который участвовал в основании Бестужевских высших женских курсов. Иван Михайлович родился в большой дворянской семье 13 августа 1829 года в Теплом Стане. Сейчас это село Сеченово в Нижегородской области. Отец его, Михаил Алексеевич, был необычным для того времени убеждений. Он женился на собственной крепостной, дав ей вольную, чем немало шокировал, свой круг. Его сын в 1848 году окончил инженерное училище, получил чин прапорщика и был направлен в резервный саперный батальон. Через два года Сеченов поступил на медицинский факультет Московского университета, получив до этой учебы инженерное и физико-математическое образование. В университете Иван Михайлович увлекся философией, теологией, педагогикой, древней медициной, историей, а также психологией. Для защиты диссертации ученым необходимо было пройти заграничную стажировку. Денег, нужных для поездки не было, выручили братья, выделившие 6 тысяч рублей из наследства матери. В результате Сеченов смог поехать в Германию. Он работал в разных европейских лабораториях под началом известных ученых. И вот во время стажировки в Берлинском университете Сеченов нашел ошибку, допущенную в опытах Клода Бернара, знаменитого французского физиолога. Публикация данной работы принесла первую известность Сеченову среди европейских коллег. С Бернаром же у молдового ученого сложились теплые дружеские отношения. Позднее он работал и в лаборатории Бернара в Париже. По возвращению в Россию Сеченов преподавал в Московской хирургической академии. Педагогом он оказался талантливым. Самойлов, его ассистент, говорил об этом так. Вскоре я стал посещать его лекции для студентов, которым в качестве ассистента должен был приготовлять опыты. Изумлению моему и восторгу не было пределов. И теперь через много лет я должен сказать, что лектора с таким дарованием я в свою жизнь никогда ни раньше, ни позже не встречал. Сеченов напряженно работал, публикуя результаты своих научных исследований. Но его труд, рефлексы головного мозга, был сначала арестован, а потом запрещен для хранения в библиотеках. Нашлись те, кто посчитали этот труд аморальным и даже безбожным. Хотя сам Сеченов, это хорошо известно, атеистам никогда не был. Ученый подвергся даже судебному преследованию. Но Сеченов спокойно встретил известие о попытке гонений. На вопросы друзей об адвокате он ответил. «Зачем мне адвокат? Я возьму с собой в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты. Пускай тогда прокурор опровергает меня». Аргументы ученого были так убедительны, что судебного процесса над Сеченовым так и не состоялось. Прокурор от возбуждения дела отказался. Скажем еще, что Сеченову принадлежали одни из первых исследований по физиологии труда. В 1895 году он опубликовал работу «Физиологические критерии для установки длительности рабочего дня», где научно доказывалось, что продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов. В работах его впервые было введено понятие «активный отдых». Вскоре и ему понадобился отдых. В автобиографических записках Сеченов отметил «Покончить с преподавательской деятельностью побудили меня лита и убеждение, что старику не следует дождаться времени, когда публика будет желать его ухода». Но и в преклонные годы Сеченов работал в лаборатории и иногда читал лекции. 15 ноября 1905 года Иван Сеченов умер от воспаления легких. Большую часть своего состояния он завещал простым крестьянам, своего родного теплого стана. Прах великого ученого упокоили на Новодевичьем кладбище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова